Ласковые слова на арабском языке. Сегодня наша тема про любовь и романтика. Романтичная тема сегодня. Да, я знаю, может, многие слова такие популярные, прям ласковые в арабском, но до сих пор многие путают некоторые моменты. Сегодня в первую часть разберём четыре самых важных ласковых слов в арабском языке. И начинаем с первого слова, самое популярное слово в арабском языке. Вы, наверное, сразу сами угадали. Слово Хабиби. Хабиби. Вы все знаете, наверное, это слово или услышали. Ещё раз. Хабиби. Во-первых, первая заметка про это слово, что я скажу? Переводится как «мой любимый». Любимый, именно любимый человек, это людям говорится. Не то, что, например, любимая песня, или любимое видео, или любимая машина и так далее. Нельзя про вещи. Это слово, там другой вариант. Это во-первых. Во-вторых, не Хабиби, а Хабиби. Не Х, а Х. Я про это много говорил, особо на русскоговорящий. Пожалуйста. Х, не Х. Это, как выговаривает Х, когда мёрзнут руки. Вы же делаете вот так. То есть, вдыхайте, чтобы вышел горячий воздух. Если горячий, то это значит оно, то есть тот звук. Если холодный, то это не то, что-то не так. Руки ещё не серьёзно мёрзли. Так что, не Хабиби, а Хабиби. Это вторая заметка. Третья заметка про это слово. Не только люди, которые любят друг друга, парень и девушка, могут это слово говорить. Кстати, Хабиби, мой любимый, моя любимая, если парень говорит девушке, будет Хабибти. Т там есть. Почему Т? Это другая история. Там уже грамматика. Там на курсе. Хабиби, хорошо. Теперь. Что ещё хочу сказать. Не только люди, которые любят друг друга. То есть, не только парень и девушка, или девушка парню. Парни ещё могут друг другу это говорить. Почему-то многие удивляются. Это реально нормально. Я сам считаю, что это нормально. У нас парни отправляют сердце... Это реально смешно. Многие так удивляются, русские. Как ты можешь сердце отправлять твоему другу? Ты чё, тот что ли из тех? Нет, они из тех. Просто это нормально. Вы что? Наоборот. Мы так делаем, потому что нету хотя бы ни капли задумывания об этом. О том, о чём вы думали. Нет такого. Понимаете? Так что нормально. Мы отправляем сердечки друг к другу. Мы говорим всякие ласковые слова. Мы говорим слово. Хабиби очень часто друг к другу. Я своим друзьям, они мне. Но когда парень говорит девушке, тут уже, ну, смотря интонация, смотря кто, сомнительно. То есть лучше уже, когда любовь есть. А когда парни друг к другу, девушки друг к другу, это нормально. Мама сыну, сын мамы и так далее. Для нас было понятно. И Хабиби, конечно, нужно отдельное видео снимать про это слово. Ещё много чего может означать. Представляете, не только мой любимый. Только араб об этом вам расскажет. Идём дальше. Следующее слово это ХАЯТИ. ХАЯТИ. Это ХАЯ. Это жизнь. Добавляем ИИ, потому что, чтобы моя была. ХАЯТИ. Получится ХАЯТИ. МОЯ ЖИЗНЬ. Тут, думаю, ничего такого сложного, да? То есть МОЯ ЖИЗНЬ. Ты вся моя жизнь. Энта ХАЯТИ. Аллах. Прям вообще не могу. Прям романтично. И то же самое, что с первым словом. Но Хабиби чаще говорят друг другу. Например, я не представляю, что своему другу говорю ХАЯТИ. Ну, это да, это слишком. То есть МОЯ ЖИЗНЬ. Нифига ты не вся моя жизнь. То есть, это да, это слишком. То есть, я бы не сказал ХАЯТИ. Я бы сказал ХАБИБИ и так далее. Так что ХАЯТИ лучше по любви говорить. И часто... Знаете, почему не говорят парни друг другу ХАЯТИ? Потому что это больше девчащее слово. То есть, подруги или девушки друг другу часто говорят ХАЯТИ. Часто бывает. Ничего такого. Ну, а парни друг другу нет. Это прям девчащий вариант. Так что, в общем, ХАЯТИ — это моя жизнь. Если вы хотите говорить своим друзьям, желательно, чтобы девушка ты была и своим подружкам говорила без проблем. Но парни... Нет. Это прям слишком. Прям как тряпка парень будет, когда будет говорить ХАЯТИ. Друзьям, парням. Лучше говори своей любыми девушке и всё. То есть, девушке можно. Ничего страшного. Это нормально. Идём дальше. Дальше у нас слово РУХ или РОХ. Через О тоже произносят в разговоре речи. Ничего страшного. Это ДУША. РОХИ — моя душа. РОХИ. Аллах. РУХИ, РОХИ. Муафи, мушкала. Без проблем. И то, и другое можно. Через О или через У. Значит, РОХИ — моя душа. То же самое, как и ХАЯТИ. Тут у нас идёт. Тамам — ласковое слово. Можете, если ты девушка своему парню, если ты парень своей девушки, если ты девушка можешь своим друзьям, можете своим родителям это говорить. Желательно маме только, потому что вот эти больше девчайшие слова. Девчайшие, когда я имею в виду, между подругами не то что. То есть, не значит, это не значит, что парень не может девушке говорить своей любимой. Нет, это нормально. Может говорить. Но ХАЯТИ и РОХИ — вы поняли, о чём я говорю. Значит, РОХИ — тоже моя жизнь. Очень важно. РОХ отдельно — это душа. Запомните. Как раз вы уже так запоминаете слово. Запоминайте, что РОХ — это тоже душа. Тамам? Лёгкое слово. Ничего такого. Теперь осталось последний вариант. И он очень важный. И многие тоже путают один момент в нём. Но до того, как я расскажу про него, расскажу быстренько про обучение, что если вы желаете учиться со мной, учиться на курсе, учиться мной, так на русском правильно. В общем, вы поняли. Если вы хотите учиться на курсе, тринадцатого апреля, скоро уже, тринадцатого апреля, время летит прям вот так. Кстати, вы имейте это так делать? Очень часто арабы вот когда танцуют. Ладно, может, когда-нибудь научу. Тринадцатого апреля в этот день вы сможете приобрести подходящий себе курс, если вам с нуля нужно. Есть и с нуля. И есть для тех, у кого есть некоторые знания. Выложу все подробности в этот день в Телеграм и в Инстаграм. В Ютуб не получится выкладывать. Так что в Телеграм и в Инстаграм, чтобы со мной в личку общаться еще. Так что, шехи, я оставлю вам ссылку в Телеграм, в комментарии. Первый комментарий закреплю. И в описании видео обязательно вступайте в группу, чтобы быть в курсе. Тринадцатого я все вам выложу. Вы спокойно выберете. И, конечно же, отзывов очень много вы можете читать в Инстаграме. Ведь Телеграм тоже вкладываю отзывы. Уже десятки, сотни. Я уже не считаю. Очень много уже, как вы видите, шехов тоже до курса, все довольны, все заговаривают прям на реальном арабском, который нужен, которому только араб и носитель научат. Понял, Хабиби? Так, теперь последнее слово на этой части, на этом видео. Это Кальби. Кальби. Мое сердце. Давайте разберемся. Кальб. Это сердце. Сердце. Да. Кальб. К. Первая пункта – это К. К. Не К обычно, необычная К. К, а К. Такая твердая, понимаете? У русскоговорящих, ну, в русском языке нет, это эти буквы, то есть у русских особенно. Может, в СНГ есть, ну, в языках СНГ есть там в К. Им легче. Если ты русский или русская, в русском языке нет К. Поэтому выговаривается у русского человека как К. Не Кальб, а Кальб. А Кальб – это собака. К, которая обычно К. А Кальб – это сердце. То есть, представляете, разницу собака и сердце. Прямо. Так что, многие путают, говорят, вместо Кальби мое сердце, и говорят, что моя собака. Хотела девушка романтику, подошла к парню, ему скажет, ты моя собака. Парень так продается, прям вообще араб. Либо наоборот, когда русский говоришь арабки, например, или на арабском кому-то, вот это слово очень часто друг другу говорят арабы, очень. Не только влюбленные люди, я напоминаю, не только по любви, по дружбе можно, по-родительски, по-братски, по-человечески, мы можем говорить эти ласковые слова. Так что, представляете, что человеку говорите Кальби, моя собака. Тут у вас есть два варианта, два выхода. Либо выговаривать букву К, как есть, Кальби, Кальби, либо вы можете говорить, как говорят на сирийском, либо на халижи, или на саудовском. Это как? Я вас удивлю. Это, конечно, на курсах всё подробно объясняю, но я быстренько расскажу бесплатно. Буква КАФ видимо многим арабам надоела, поэтому со временем появились новые звуки. Например, на халижи, что значит халижи? На саудовском диалекте, на эмиратском, куэцком, иемен, бахрен, Катар, и верданском ещё произносят эту букву как уже Г, Г, не КАЛБ, а говорят ГАЛБ, или Г, ГАЛБ, или ГАЛБ. Тамам? То есть, не К, а Г уже стало. Они так решили меня К на Г. Вот так. И вам повезло с этим. ГАЛБЫ, 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 сирийские и египтские они решили какой Г и К. Давайте мы полегче. У нас говорят Э, просто Э, такая мягкая, стала ЭЛБ. Представляете, как мягко прямо звучит? ЭЛБ. Была КАЛБ, стала ЭЛБ. ЭЛБ. Тамам? Так что ЭЛБИ, ЭЛБИ, моё сердце на египтском и на сирийском и на ливанском. КАЛБИ, никто уже не говорит КАЛБИ, представляете, кроме некоторых городов в некоторых странах арабских. И ГАЛБИ, ГАЛБИ, так уже звучит, ЭЛ-двёрдая стала. ГАЛБИ на иракском, саудовском, вот все вот эти Халижи. Так что выберите либо ЭЛБИ, либо ГАЛБИ. Один вариант из них. КАЛБИ не говорите, если у вас не получается выговорить эту букву. Если сами арабы не говорят КАЛБИ, если сами арабы не говорят, зачем вам мучиться, они понимают. И то же самое, кстати, во многих правилах арабам самим надоело и легче, всё намного стало легче, понимаете? Так что поэтому многие тратят свои нервы, время, деньги, просто что только не происходит с арабским языком. Надеюсь, всё было понятно, вам понравилось, подпишитесь, лайк, поддерживайте, комментарии, обнял, поднял, адущие, спасибо, что досмотрели. Не забывайте вступать в Телеграм. Если вы вдруг смотрите это видео после 13 апреля и вы пропустили запуск, запуск будет идти 13, 14 и 15. Если вы это пропустили, то ждите следующий запуск ещё. Следите в сторис либо в Телеграме, я всё расскажу и выложу. Желаю успехов. Масаламу.